Проснулся, потянулся и бегом проверять сообщения и ленту новостей. Жизнь современного человека сложно представить без интернета. В глобальную сеть заходят люди разного возраста. И чем больше пользователей попадают в паутину, тем изощреннее способы выдумывают хакеры, чтобы обхитрить доверчивых. По словам психотерапевта Елены Чередовой, обманываться в интернете спешат все. Но на уловки чаще ведутся женщины. Эта тенденция не нова. Скорее она просто увеличивается. Ну да, больше ответ такой, что коммуницируем мы меньше, взаимодействуем мы меньше. Личные границы мы разучились отстаивать. И женщина часто, как ребеночек, все меньше ценит себя. То есть это чаще с женщинами случается, чем с мужчинами? Больше да. Хотя я встречала ситуации, когда прикидывающиеся женщины-мужчины окутывали другого мужчину и выкачивали, извиняюсь за формулировку, из него деньги. Бич современного интернета – персональные данные. Человек, регистрируя аккаунт в социальных сетях, вписывает в анкету свое имя и фамилию. Сами по себе они безобидны, но дополнительная информация, например, место работы или адрес проживания, могут многое сказать о пользователе. Сергей Гоглоев считает, что людям следует быть крайне осторожными, публикуя разного рода информацию о себе. Конечно, мы в любом случае, что называется, под колпаком. Но, тем не менее, элементарные меры предосторожности принимать надо. Надо постоянно помнить о том, чтобы свои персональные данные нигде не оставлять, не выкладывать. В этой связи, наверное, геолокация наименьшая из зол, поскольку это не персональные данные. А вот когда мы в сети, в социальных сетях оставляем свои персональные данные, это, конечно, очень серьезная проблема. Потом, когда люди пытаются их удалить каким-то образом, они не всегда получают адвокатный ответ со стороны социальных сетей. Проинформировать народ о корректном поведении в интернет-пространстве решили в аппарате уполномоченного по правам человека. Омбудсмен Ирина Касьянова уверена, пуская своих детей в интернет, нужно помнить об ограничениях. Если мы не знаем, как им пользоваться, мы просто можем попасть по действию мошенников, которые воспользуются нашими неумениями, нашими незнаниями и принести нам вред. Поэтому сегодня мы решили провести такую прямую линию, для того, чтобы помочь нашим амичам сориентироваться в этом процессе, чего нужно опасаться при том, при всем, что заходить в интернет, чем можно пользоваться, как можно пользоваться. В законодательстве нет такого понятия, как интернет-троллинг, но нынче за издевательства и унижения в сети могут привлечь к административной ответственности по статье «Оскорбление». Ксения Бесараб, Юрий Дорошенко, Антенна-7.